Кардинально менять план счетов мы пока не собираемся. Сейчас у нас в разных нормативных документах содержится масса списков статей бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Есть идея в том, чтобы эти все списки объединить и, наверное, таким общим классификатором может потенциально выступить план счетов с тем, чтобы номер счета и код строки отчетности совпадали между собой. На этом счете, например, в 97-м или подобные ему 76-й на них собирают самые разные показатели, которые между собой никак не связаны, они очень разного характера. Пользователь отчетности не может понять, что именно зашифровано под таким странным названием. Вроде называются расходы, а помещено это в бухгалтерский баланс в составе активов, да еще оборотных, то есть высоко ликвидных активов. Это нонсенс. Показатели надо четко называть своими именами. Если это лицензия, значит пусть это будет лицензия. Если это проездные билеты, пусть это будут проездные билеты. А если показатели несущественные, то можно их поместить в строчку под названием «прочие», «прочие внеоборотные активы» или «прочие оборотные активы». Не думаю, что в федеральном стандарте нужно приводить подробную корреспонденцию, проводок, что отражается по деду, что отражается по кредиту. В инструкции по применению плана счетов должны быть закреплены общие подходы, идея каждого счета, для чего он предназначен. А бухгалтер уже самостоятельно будет решать в отношении каждой отдельно взятой хозяйственной операции, на какой депет или на какой кредит ее отправить.